Добрый день, друзья! С вами Ольга на своём канале Садовые Развлечения. 28 марта. И сегодня будем пикировать Алисум и Портулак. Это такие цветочки, которые я рано не сею. Вот я Портулак сеяла 19 февраля. В сходы 22 февраля. Это через сколько? Два? Через три дня, да? Алисум 14 февраля. В сходы там тоже на второй, на третий день. У Алисума панамерика семена. Белая нигде не могла найти. Пришлось вот покупать вот в таких пачечках. В сходы очень хорошие были Алисума. На сегодняшний день вот так выглядит. Все, кто выращивал Алисум, знают, что не так-то легко вырастить на начальном этапе. Такой вот он. Вот так вот поближе. Уже давным-давно его нужно пикировать. Сегодня мы этим и займемся. Вот эти дистрофики – это Портулак. Как я его не люблю выращивать рассадой. Обычно сею прямо сразу в теплицу, в грунт. Ну вот, в этом году что-то решила рассадой его вырастить. Вот такой вот маленький. Падает. Много пропало. Тяжело ему расти рассадным методом. И Алисум и Портулак будем пикировать по тому методу, которым я пользуюсь уже много лет. Недавно мы пикировали с вами мемулис. Сейчас я вам покажу, как на сегодняшний день он выглядит. Вот этот красавчик мемулис. Торчком стоит. Молодец. Вот так вот мы пикировали. Такой вот лоточек. Сейчас такой же лоточек будем и пикировать, и другие растишки. Поближе. Развивается отлично он. Учитывая, какой он вообще был малыш. Нормально. Это мемулис. Вот у меня, как говорится, есть вот таких два лотка больших поддона, которые используются для больших вазонов. Они были без дырочек. Мы наделали на поддоне, на этих сами дырочки, отверстия. Это обязательное условие для пикировки вот таких вот малышей. То есть отверстие должно быть обязательно. Чтобы земля не высыпалась, я постелила вот такие вот салфеточки прям сверху на эти отверстия. Вот они мы с помощью вилки наделали вот таких отверстий давно уже, много лет назад. Слегка придавливаю. Работа прям очень ювелирная. Делаем вот такую глубокую канавку и раскладываем портулак с помощью пинцета. Да, пикировка алисума – это большое испытание. Очень сложно. Вот распикировала обычный портулак. Не знаю, что с него получится. Прям закопала туда его. Такие канавки вот разложила. Прям глубокенькие должны быть. И теперь вот есть у меня вот такой вот портулак ампельный. Сейчас будем его вместе пикировать. Вот берем с помощью пинцета вот так вот. И где картиночка, значит, такого он и цвета и есть. Ой, какая ювелирная работа, мамочка дорогая. Так вот, раскладываем. Вот так по сортам получилось. Сделала вон с помощью спичечек. Где какой сорт. Теперь нужно аккуратненько их присыпать землей. Так вот. С обратной стороны вот так вот приподнимем немножечко. Работа просто ювелирная. Кажется, без пинцета тут ничего не получится. Так вот. Аккуратненько вот так вот прям поливаем. Корешочки же у нас вот здесь вот. Прям вот эти вот междурядья. Главное не залить. Что портулак, что алисам очень подвержены черной ножкой. С алисовым попроще. Он покрупнее. Точно так же в канавочку разложили его. Точно так же присыпем землей. Сначала вот мы распикировали вот этот вот алисум. Кристалл, лавандер, шейзл. Такой красивенький. Семена какие-то тут элитные. Так вот это у нас лавандер распикировался. На фоне лавандера портулак почти не видно. Теперь будем пикировать мой любимый белый алисум. Он очень ароматный. Самый ароматный из всех алисумов. Такой вот зашел очень хорошо. Прямо замечательно. Давайте парочку, тройку вместе с вами попробуем. Как это на деле. Так вот в канавочку кладется. Лучше пикировать в сухую землю. Потому что, чтобы не липла земля. Так вот. Такие красавчики. Прямо в канавку их укладываем. Это будет у нас промежуточная пикировка. Потом еще одна будет. Разложили. Теперь можно присыпать вот так вот. Земля сухая. Она хорошо присыпается. Как сухая. Нормально. Поправляем. Алиса у меня такой уже большой. Его в принципе можно уже и в стаканчике. Но у меня места нет в квартире. Пусть здесь пока посидит. Там видно будет. Растет он быстро. Поэтому я его сею. Один из самых последних цветков. Практически. Прямо счет красивенький. Поправим. Прямо до семидольных листочков стараемся его. Самое главное. Вот самое главное выращивание. Алисума. Это его не залить. Так вот получилось. Вот так вот получилось. И вот еще раз повторюсь. Поливаем только между рядами. Потому что у нас корни же находятся в между ряде. Так вот. Главное при выращивании алисовань. Это его не залить. Последующий уход у нас будет в основном в опрыскивании. Вот сейчас мы опрыщим. Опрыскаем. Эпином. Пять капель на пол-литра воды. Особенно вот портулак. Тут вообще поливать, мне кажется, я и не буду. Буду просто вот так вот опрыскивать. Одна подписчица мне написала. Хотелось бы видеть результат цветения. Так вот, я в прошлом году специально сняла ролик, как цветет алисум у меня в саду. Если у кого есть желание, зайдите, пожалуйста, в плейлист алисум. Там есть ролик, как цветет алисум у меня в саду мой. И очень много другого материала. По посадке, по пикировке алисума. И напоследок немножко вот красоты. Вот у меня есть такой вот вегетативный бальзамин. И вот такой вот огромный цветок. Распускается только. Вот, как говорится, буду потом вам его тоже показывать, как он будет расти. Выращивайте цветы вместе со мной. Оставайтесь на моем канале. Всем больших-больших удачи. До свидания.